всем привет вы на канале модное вязание хочу сегодня показать вот такую необычную технику в вязание получается такой классный результат вот как выглядит с изнанки узор напоминает английскую резинку но он больше такой дыр чистый подойдет для паутинок свитерочка очень классно кардиганов тоже будет хорошо смотреться вяжется очень просто раппорт узора состоит из двух рядов и они очень между собой еще похоже чем хорошо я связала для показа вам такой большой образец сейчас свяжем маленький образец и так нам нужно набрать количество петель кратное 2 плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные петли и главная фишка этого узора разная толщина спиц у меня самые тонкие 3 миллиметра и самая толстая 10 миллиметров наберем на тонкую спицу 11 петель для образца набираю обычным вот таким вот способом выбираем петли не сильно туго чтобы было комфортно вязать можно на две спицы тонкие я всегда на одну набираю так переворачиваем и начинается первый ряд берем толстую спицу как вы поняли спицы мы будем менять каждый ряд первая петля кромочная и снимаем не провязывая вторая петля я буду провязывать изнаночной бабушкинским способом можно провязывать и классическим здесь она не имеет значения я покажу разницу потом следующая петля мы будем провязывать скрещенной вот за заднюю стеночку и вот здесь вот если вы провязываете изнаночные классическим способом то вам нужно лицевую провязывать за переднюю все до стеночку и повторяем рапорт всего две петли лицевая скрещенная и изнаночная изнаночная лицевая скрещенная неважно каким способом вы изнаночную провязываете главное чтоб лицевая в итоге получалось у вас скрещенная на втором ряду я покажу еще раз последняя изнаночная кромочная переворачиваем вязание меняем опять спицу на тонкую и второй ряд узора первую снимаем не провязываем следующую нас первая лицевая вот она у меня получается вот таким вот образом выглядит мне нужно скрестить поэтому я за переднюю стеночку и и провяжу если вы провязывали классическим изнаночным то у вас будет она по-другому выглядеть и вам нужно за заднюю стеночку провязать опять повторяется изнаночная снова лицевая скрещенная изнаночная так вяжем до последней кромочной сначала будут казаться неудобно вязать но потом рука быстро привыкает к смене спиц последняя кромочная и это все чередуем первый и второй ряд и меняем спицы каждый ряд